Всем привет! В начале нулевых московский «Спартак» был клубом, в который мечтал попасть каждый молодой футболист. Из-за гегемонии народной команды в 90-х имя «Спартак» притягивало к себе самых сильных, самых одаренных, самых талантливых самородков с России и постсоветского пространства. Ведь каждый мечтал поиграть с легендами нашего футбола. А уж если ты попадал в стан красно-белых, то на тебя обязательно вешали ярлык подающего надежды и называли не иначе, как «надежда нации». Об одном из таких игроков сегодня и пойдет речь. Его зовут Александр Данишевский. Белокурый краек с феноменальной скоростью, который в юном возрасте стремительно ворвался в первую команду «Спартака», забивал гол ворота Ливерпуля, считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения и, естественно, влюбил в себя сердца болельщиков. Но сейчас о нем никто не помнит. Спонсором ролика является компания 1xbet. Высокие коэффициенты, широкая линия ставок и быстрый вывод средств. Ссылка в описании. Александр Данишевский родился 23 февраля 1984 года в городе Герой Севастополе. До 14 лет маленький Саша познавал футбольные азы в местном дюшоре. Его мечтой было попадание в интернат ФК Севастополя, но на одном из детских турниров его заметили скауты Динамо, причем московского. Переезд в столицу России состоялся, но только Данишевского вовремя перехватила академика. Подробнее об этом проекте я рассказывал в отдельном ролике. В подсказке и по ссылке в описании можете с ним ознакомиться. Пройдя серьезную подготовку в школе Сарсании, Данишевский мог попасть в итальянский грант, но вместо него и Андрея Стрельцова на Апенинский полуостров отправились Зейтулаев и Будянский. В 2001 году белокурый футболист подписал свой первый профессиональный контракт с московским Спартаком. Попасть в именитый клуб, играть под руководством великого тренера и выходить на поле с легендами нашего футбола. Это могло вскружить голову 17-летнему парню, но Данишевский постепенно начал обустраиваться в команде. Несмотря на то, что в дебютном сезоне большинство игр Александр сыграл за дубль, ему удалось несколько раз выйти на замену за Спартак в премьер-лиге, дебютировать в Лиге чемпионов в матче против Фейнорда, а также попасть в сборную России до 19 лет, в которой Данишевский в 12 играх отличился 5 раз. Начинать карьеру с золотой медали чемпионата России дано не каждому. А по-настоящему влиться в основной состав Данишевский смог уже в следующем сезоне. Зимой на Кубке Содружества в то время он был еще дико популярным и важным для всех команд. В финальном матче против Киевского Динамо Данишевский забил гол, но Спартак проиграл советское дерби со счетом 3-4 в переполненном манеже спортивного комплекса Олимпийский. Именно после этого финала Кубок Содружества постепенно стал сдавать обороты, изменил свой формат, а в 2016 и вовсе канул в небытие. Для Данишевского тот 2002 год стал одним из лучших в карьере. Он имел постоянную игровую практику в премьер-лиге и в Кубке России, провел 24 игры, забив при этом 4 мяча. Правда, чаще всего Александра выпускали во втором тайме, но к концу сезона он стал попадать и в основной состав. Данишевский вместе с Сычевым и Павленко были теми, на которых возлагали большие надежды. Казалось, что именно эта троица будет вести красно-белых к новым победам, но произошло все иначе. Для многих отечественных болельщиков Лига чемпионов сезона 02-03 запомнится навсегда благодаря антирекорду Спартака в первом групповом этапе. 0 очков в группе, разница забитых и пропущенных 1-18. Но ту самую единичку в графе голов удалось достичь благодаря стараниям двух Александров. В домашней игре с Ливерпулем Павленко отдал голевую передачу на Данишевского, который вколотил мяч в сетку ворот. Казалось бы, гол, который по большей мере ничего не решил, но вошел в историю. После того, как в клуб пришел Андрей Червиченко, Спартак активировал темную тему на долгие годы. Красно-белые в 2003 году выиграли Кубок России, но уход Романцева с поста главного тренера повлек за собой неминуемые последствия. Спартак закончил сезон на 10 месте. Данишевский, как и ранее, оставался игроком исключительно ротации. Только одну игру из 18 он провел полностью. Его по-прежнему выпускали ближе к концовке, чтобы усилить игру скоростным бегунком. Но ни голов, ни ассистов Александр не приносил команде. Тогда же Данишевский попал в молодежную сборную России. Но на шести матчах и трех забитых мячах дело ограничилось. Как раз таки в тот момент начались околофутбольные истории Данишевского. Свою первую машину Audi A8 Саша купил у своего друга Дмитрия Сычева. Вот только уже через две недели попал в ДТП и о гонках по ночной Москве пришлось забыть. Кроме этого Данишевский, по слухам, ночами рубился в покер. Но правда это или нет, неизвестно. Летом 2003 года в нашем футболе могло произойти историческое событие. Андрей Чернышев, на тот момент главный тренер Спартака, хотел видеть у себя в команде Андрея Аршавина. Но Червиченко заявил, что обмен Данишевского на Аршавина невозможен. Потому что Даня намного перспективнее мальчишки из Петербурга. Итог вам известен. Сезон 2004 оказался последним для игрока в красно-белой майке. Полгода он барахтался в дубле, а позже электричка отправилась в Химки. Почему именно сюда? Дело в том, что Андрей Червиченко стал президентом именно этой подмосковной команды и позвал с собой любимчика. В Химке собрали боеспособную банду как для первого дивизиона. Андрей Тихонов, Ренат Янбаев, Шамиль Осельдаров, Тимофей Калачев, Олег Иванов, Руслан Нахушев, Георгий Ламая, Андрей Ещенко, самый красивый футбольный блогер и другие. Под руководством очень жесткого и специфического тренера Павла Яковенко, Химки вышли в финал Кубка России, где уступили ЦСКА. А Данишевский, сыграв 45 игр, забил 12 голов за сезон, что стало рекордным показателем для игрока. Задачу, выход в премьер-лигу, команда не выполнила. Поэтому уже в следующем году состав разбрелся по различным командам. Наверное, именно с этого момента белокурая электричка начала свое долгое путешествие по городам и странам. Каждый последующий сезон Александр Данишевский начинал в новой команде. Попав в московское торпедо, Александр снова оказывается в премьер-лиге и снова в сильной по именам команде. Александр Панов, Константин Зайрианов, Павел Мамаев, Дмитрий Бородин, Игорь Смольников, Любомир Кантонистов. Надежды возлагались и на Данишевского, который провел 13 матчей, забил два мяча Локомотиву и Динамо, но торпеда обрушилась в первый дивизион и начала свой долгий путь прямиком на дно нашего футбола. На следующий сезон Данишевского позвал к себе в Кубань старый знакомый Павел Яковенко. Потому что это, пожалуй, чуть ли не единственный после Романцева тренер, который доверял быстрому Ховбеку. Краснодарская команда на тот момент была хорошо укомплектована, поэтому без труда поднялась в премьер-лигу, но Данишевский в основной состав не попадал, ограничившись ролью запасного. На следующий год после удручающего старта в первых турах РФПЛ тренера сразу же уволили. Для руководства Кубани это было обычным явлением, но для Данишевского это естественно означало только одно. Переход в следующий клуб. В 2007 году Яковенко ненадолго возглавил Ростов. Да, вы правильно понимаете. Прицепом с ним на берега Дона отправился герой выпуска. В итоге после одного матча украинский специалист вернулся на родину, а Данишевский остался в команде на полгода. В 2008 Даня проводит в двух клубах. В Арсенале, не в лондонском и даже не в тульском, а в киевском, а также в спорт-академ-клубе. Естественно, эта команда была выбрана не случайно. В том сезоне ею руководил Константин Сарсания, который в свое время помог Данишевскому с переходом в Спартак. Позже был год в махачкалинском Анжи, попытка заработать хорошие деньги в проекте под названием «Жемчужина Сочи». Та самая в оранжевых цветах, которая отказалась от Дэвида Бэхэма, а вскоре от нее не осталось и следа. Возвращение в Химке к странному тренеру Григоряну, который на тот момент еще не любил кукарекающих птиц. В 2012 Данишевский вернулся домой в Севастополь. Это на тот момент была первая украинская лига. Кстати, если кто-то узнал пресс от АШФК «Севастополь», отпишитесь в комментарии. Казалось бы, опускаться ниже попросту некуда. Но Александра отдают в аренду в белорусский клуб «Белшина» из Бобруйска. И если вы подумали, что Данишевский на этом остановился – нет. Следующей его командой стала украинская «Зирка», она же звезда. Потом он снова возвращается в Севастополь и обходными путями через футбольный клуб «Таганрог» заявляется в чемпионат Крыма, где он по привычке за три года сменил три команды и закончил свою многострадальную карьеру. Сейчас он тренирует детей в родном Севастополе. 15 команд за 16 лет. На этом фоне даже Златан Ибрагимович – верный и преданный футболист. Но давайте ответим на вопрос, почему же Александр Данишевский, вместо того, чтобы стать топовым игроком, как ему прочили эксперты в начале нулевых, стал скитальцем первого дивизиона, никому не нужным и не интересным футболистом. Все просто. Русско-украинский БП был безумно скоростным и имел хороший удар. На этом его плюсы заканчиваются. Но скорость с годами испарилась. А вот другие аспекты футбольного мастерства у Данишевского, к сожалению, не имелись. По сути, это был прямолинейный бегунок, который играл лишь на чистых мячах. Его целью было открыться в пустую зону и бежать с мячом до конца. У него не было хорошего понимания игры, физической мощи, реализации моментов, уникальной техники, хороших передач и навесов, что безумно важно для крайнего полузащитника. Как это зачастую бывает, на детском уровне игроку хватает скорости и дриблинга, чтобы быть лучшим. А вот позже необходимо не только бегать быстрее всех, но и играть в футбол. В футбол Данишевский играл исключительно ногами. А в этой игре необходимо включать голову. Любите наш футбол. Всем пока.